доброго времени суток зрителям нашего канала а также нашим гостям я администратор портала людей онлайн влади росси или же просто росси сегодня мы с вами продолжаем снимать летсплей по игре imperial glory как вы помните в прошлом прошлой серии или в прошлом видео мы с вами начали играть захватили саксонию изначально конечно хотели навалять пиздюлей польши но польша вовремя предложила оборонительный союз вместе с австрией еще какими-то фандаунами но так как мы не затянули во всех сразу мы встают вступили но так как армии уже собрали то нам пришлось смогнуть саксонию в этом видео мы продолжаем играть мы все-таки постараемся разобраться с поляками которые у нас находятся под боком но перед этим нам нужно усилить нашу армию я думаю нужно нам еще пожалуй сделать еще одного командира и возьмем ему артиллерию и кавалерию и с помощью этих нехитрых махинаций немножко поднажмем и задавим польшу тем самым мы захватим себе еще землю так государство Австрия выдвинуло торговое предложение которое по моему мнению принесет выгоду ну короче все то же самое еду нам золото спасибо не нужно нам золото нужно самим ага тут Дания появилась хочет того же нет спасибо Польша государство Польши выдвинуло торговое предложение то же самое Польша ты сильно не тратить ресурсы нам они пригодятся когда мы тебя захватим так по ветке мы продолжаем возможно давайте наверно подкачнем торговую ветку для того чтобы поднять господин разработав ага отлично миссия уроды часа понятно так нам пока это все не интересно давайте посмотрим что там есть поляков ополчение ополчение пехота одно ополчение и кто-то сидит в гарнизоне мы думаем там ничего серьезного у нас есть два отряда гусаров мушкетеры ополчение давайте мы капитана бле нашего перекинем сюда это мы сюда перекинем что у нас по поводу наших саксоний отряды мы пока строить не можем сейчас все наши деньги идут на наращивание военного потенциала потом уже займемся саксоний в плане построим там казарму построим госпиталь сделаем из этих варваров подобие новый комендарь ожидает нету ресурсов это я без вас это там британия к нам подплыла наверное хочет сказать здрасте добрый вечер но думаю там пока ничего серьезного вреда не будет у нас нападать на раннем этапе я знаю что тяжело с оповалом тяжело с ногами господа что делать надо надо немножко покипеть все виклик талида пошла домой все правильно давай до свидания выполняет эту великобритания кстати мирная аннексия очень хорошая штука если построить посольство мы можем мирным способом завоевать симпатию к своей стране и потом просто мирно аннексировать как пример вот крыль ну это очень долгие нудный процесс и знаете очень особенно обидно когда ты стараешься мирно аннексировать их примеру странного номер да ты всаживаешь в нее душу свою саживаешь в нее деньги строишь там всякие посольства консульства вверх типа ребята давайте к нам у нас так охуительно они такие девяносто восемь процентов ну да может быть мы пойдем к вам не пока не там короче яйца мут приход какая-нибудь франция любит их вон усай как бы просто их захватывает силу и как бы и ты такой сидишь думаешь а как бы а я же хотел блять его с ними договориться потом друзьям мир дружбы жвачка давайте к нам как во франции захватила такие добрый вечер мы уже все трали-мали ну потом приходится кидать свои войска туда убивать и туда францию возвращать им власть обратно ганноверу а потом ганновер с тобой уже там уже не девяносто восемь а там девяносто процентов а потом вообще берет этот пидор заключает союз с францией начинает ебать тебя вместе с францией тебе становится вдвойне обидно то есть думаешь лучше бы я их не освобождал а если бы освобождал лучше бы я их сразу себе захватил силой то есть поэтому это в принципе очень долгий нудный процесс но если у вас есть желание как бы этим заниматься то не знаю как по мне проще собрать войско и как бы прийти сказать добрый вечер стала вашего было ваше стало нашей и все так военная академия саксонии у нас построилась давайте здесь хотя бы пускай ополчение будет надо укрепить наши границы саксонии хотя конечно нерегулярно армия это так чисто на мясо потому что нормальный какой-нибудь стычки ничего конкретного сделать не смогут сожалению враг немножко с подковыркой ударит и те же самым саксонцев срубцы убегут вот обратите внимание британия просто так вот взяли себе и отхватили нашего потенциального друга ганновер причем они это сделали у нас сразу а не отхватили них аннексировали причем очень быстро как вы видите у них солдат из ганновера ополчения это очень плохо потому что свекобритания у нас вообще 12 надо сейчас дважды подумать трогать ли нам этих вонючих пшехов потому что британия может выдать в спину что в принципе тоже не есть хорошо но в любом случае нужно убить войска опять поляки напрашиваются на то чтобы мы их оставили в этом видео и не трогали а немножко помахали с кулаками вместе с британией заодно как бы взяли ганновер оставили на себе раз они так сильно этого хотят что мы наверно в принципе сами сделано как говорится раз такая песня значит придется нам действовать в соответствии с реалиями которые происходят на политической географической карте значит поляки еще немножко поживут поживут так в принципе войска не сильные мы можем попытаться раздавить их сейчас давайте подождем еще немножко мяса в виде ополчения и кинемся туда свои войска может если получится с минимальными потерями постараемся их нахлопочить и возьмем ганновер надо только нам подумать как бы нам лучше с этим ганновером освободить его или оставить под своим гнетом скажем так наверное оставим их под своим гнетом потому что раз они добровольно перешли под британию легли под королеву под эту британскую шлюху ну ничего сейчас вам придется под плюс величь я думаю на следующем ходу нападем эти дауны как раз увели оттуда войска как раз перевели войска и перевели побитые войска значит они где-то пытались еще чуть-чуть там захватить чудо у нас а они рокировочку сделали немножко уже это их не спасет пиздарики надо такое объявить войну чтобы это все красиво потому что мировое сообщество начнете потому вы напали без предупреждения войны так никто не делает бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла так объявление войны ах ты португалия испания них союз оборонительный да я вас ворот и бал ваш вас и вашей союз и всех вообще испании еще испанию не боялся ты сначала выбери со своей жопой потом будешь не угрожать таки португалия в принципе его и британию не трогал но так как они находятся у нас там под носом а это в любой момент дождать подвоха поэтому ну что господа сейчас мы вам дадим да блин 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 наверно кого мы кинули мы кинули раз давай вот так лучше так а здесь надо нам по-быстрому эх не хватает ресурсов ладно давайте сейчас нахуяем по-быстрому британию лёгкое сражение 600 на 540 но это не спаду что на лёгкое конечно но попробуем с минимальными потерями их нахуяй сейчас главное правильно выставить посмотрим что у нас с этого получится но в любом случае Британия у нас стоит на месте солдаты и земли вон овере теоретически важны для нашей империи поскольку они находятся в самом сердце его именно поэтому мы должны захватить их бегом на вопрос сейчас захватим так я сразу с нами рядом вижу можно будет в ферму сесть в них ферму так на этом поле боя находятся две фермы наша задача занять опыт и любой ценой попробуем попробуем фермы дают тактическое превосходство и наш враг обязательно сейчас мы сразу ферму засунем один отряд стрелков пускай как бы сидит мы никуда не спешим а остальных выстроим их здесь и попробуем занять оборону спровоцировать их на атаку так у нас тут только одни мушкетеры да да у нас только одни мушкетеры хорошо отмечать страдения мушкетеры сразу сюда а нет стоп 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 лучше вы потому что у нас дальше отзор так мы выдвигаемся сюда в комнате нашу выдвигаемся сюда посмотрим в чем у нас там бурак ну вот посмотрите какие красные красивенькие такие а особенно вот эти красных и петузов ну я знаю жалко что у нас нету пушек как бы мы пару раз бы гахнули по дому и либо обострались выбежали как у нас там добрый вечер но к сожалению что есть то есть так 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 давайте наверно возьмем одну половину конницы мы переведем вот сюда вот такой нету мы переведем вот сюда так возьмем еще одного они туда зайти не могут очень жарик очень жарик походу нам придется стягивать к мосту потому что они чрезвычайно собираются переходить в любом случае так в любом случае не сначала кинуть скорее всего на мясо вот этих нам уже с помощью конницы придется давить всех остальных главное чтоб наша конница успела набежать вот интересно да вот как бы интеллект вот компьютеры интеллект смотрите вот мы блять поднимем винтовки как дебилы будем переходить вброд они воспользуемся мостом то есть нам чужда цивилизация в принципе идиоты господи как они будут долго переходить это кошмар так надо их подразнить немного но прежде чем подразнить надо расставить наши войска на этой стороне возьмем вот этих колечек наших которые 24 человека осталось не полный наш отряд и попробуем их спровоцировать какие-нибудь действия чтобы они хотя бы вывели своих ополченцев у нас и покоться им бах ты мой как же это долго не происходит подняли оружие чтобы порох не оцелел все реализм господа реализм как для игру 2005 года это просто охуительно силы равны пока у нас еще есть отряд обезбашенных точнее три отряда безбашенных ополченцев наших которые мы позаивствовали в захваченной с нами страны обороняться конечно проще всего сел себе сидишь и ждешь пока противник начнет делать какие-то действия очень я очень жалею о том что у нас нет отработанного следительского расчета все-таки я поспешил очень плохо потому что бери до пушки действительно могу спокойно бы выбили с этого укрытия мы бы вообще просто разбили да и все давайте подстроим наши войска немножко потом будем их плавно передвигать туда ближе к центру айки начнет агриться результат этой битвы всецело зависит от вас я знаю сейчас главное единственный минус в том что вот этих пидоров которые засели в доме у них подход дальше чтобы они не начали нас расследовать далека мы даже не сможем им дать ответ сейчас мы подтянем немного конницу я хочу использовать тактику соски в тиски то есть мы сейчас подойдем максимально близко а типа единого сам исполнится возьмем их тиски предъявляем наших федорасиков разрешаемым атаку при возможности эти стоят вообще и усы не дёрнули даже я их прекрасно понимаю просто так же стоят сволочи стоят давайте еще чуть-чуть чуть-чуть уже подаем давайте встретили равного противника богомловно его пару сволочи давайте вот мы подходим а для них заманчиво звучит давайте сюда зараза не хотят еще ближе ничего мы не спешим мы выжим ладно придется свит конницу вперед да и надо покониться конечно это просто потеря потерь просто делать даже не добегут 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 битвы предсказать словно все всех намочили всех замочили я надеюсь мы да мы заставили зашевелиться уже есть прогресс скажем так ваши войска атакованы неприятели уже атакованы а мы чего в ответку не будем бить я вас понял я вас понял господа поехали в принципе чего нам консервировать если мы можем вот так вот сделать у нас еще есть подкрепление поэтому так одна конница ворвалась пара конница на подходе вот сука они нас развели на ближний бой вот пидорасы ебаные ваше солдаты под обстрелом да воздавайте в ряд по-быстрому в дом пошли захватили стратегическую точку Ваши войска уничтожают противника Конечно уничтожают Но это учитывая, что у нас еще отряд сидит в здании В контрольной точке Так, конница освободилась Что, господа, нравится? Задавите их нахуй, чтоб никто не выжил Тут 4 героя осталось Все, были герои Ну Мы победили, конечно Но очень-очень большие потери понесли Я ожидал, что будет намного меньше Сейчас теперь главное нам вывести побитые войска Так, общие потери наши 267 Их 540 То есть, в принципе, мы вырубили всех После освобождения Вы хотите оккупировать? Конечно, мы хотим оккупировать Что мы зря за нее погибали наши воины Чтоб мы вернули обратно А он потом опять вступил в союз Британии И поселил кобру у нас под боком Поэтому Все, осада началась О, смотрите А вот и поляки Объявили нам войну Что и следовало доказать Что поляки Творюки Ёбаные Извините за мой Французский Значит, что мы делаем Мы делаем следующее Мы перебрасываем эти войска сюда Эти войска перебрасываем сюда Для того, чтобы укрепить Вот так вот делаем Ладно, даже оставим пока здесь Конных мы соединяем Этих, наверное, нам распустить Ну и Польша, Польша, а Что ж ты, зараза такая Вспил у меня Вспилу Вот за что я вам и говорил Никому нельзя верить Никому Сволочи только ждут Возможности Для того, чтобы ударить в спину Главное защитить столицу Поэтому мы войска перекинули на столицу В принципе, если Польша оттяпает Вот небольшой кусочек Мы потом сможем его забрать Без проблем Вот, что она, в принципе, и сделала Что она, в принципе, и сделала Что тут у нас Мы можем бросить, конечно Можем бросить Вот это наш побитый отряд Он, в принципе, должен справиться С этим ополчением Давайте сразу попробуем отбить Да, конечно, засаду нам больше устрою Не додаю этих пшеков Когда нужно было давить Ничего Ничего И на них пиздюлины хватит Прекрасные земли Селезии Ты умножат богатство нашей империи Да, это, блядь, наша земля Ее захватили Че ты мне, блядь, рассказываешь Какая она охуительная Я без тебя знаю Эти просто поляки Вылезли из сраки, блядь Ничего Сейчас мне это поставили на место Наша задача По уничтожению Слепотивника Победа или смерть Алая Император Так Сейчас попытаемся их немножко плавнуть сдалека Как он конница Что начать сраженное Что здесь Дюляк Вот они Вот они Пшеки Давно я хотел с вами встретиться на поле боя Но не сейчас Когда я ослаблен Когда Война Не найдется Великобритании С ее ебаным союзником Лучше мне надо В спину Ну ничего Ну ничего Сейчас мы вас Нахуярим Должны Обязаны Бойцы Вы должны Прогнать этих поляков В принципе В принципе Можно попробовать И что пробовать Надо играть их И мочить их Нахуй В 90-х Крестьян С палками Против 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 регулярной Армии Пруссии Я надеюсь Против Сразу Одна линия Пусть Эмилию Батальон Маршир Батальон Батальон Выкано Спускаются Сволчи Нет Не спускаются Ну я могу Потому что Конницей Поманить Немножко Небаные Селяне Бл*** Было бы у меня Два-три Доконницы Можно было бы Доконницы Их науки Да Немножко Придется Счета не так Выстраивалась Как-то По-бладски Бл*** Я их по одному Стал Но они по-другому Мочу Дебилы Бл*** Что ли Вот Ровная линия Встаньте Пожалуйста Вот так Смот Поляки Цыба 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 О Пошли Пошли Поляки Давай Давай За мной За мной За мной За мной Зов Bolt Утое животные Давайте Сейчас мы Вскосим Баффенко Аааааа Вот оно Мы сбить Смотрите Смотрите Мотер 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 Еще 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 посадитесь подходите на расстояние выстрела первого ряда уже вообще стрелять отлично так, сюда еще можно результат этой битвы все цело зависит от вас ну так вот конница пока добьет их 3-ний отряд, а мы постараемся огонь, пацаны, огонь что ж такое? мистер поляк получил в сраку и побежал и побежал и побежал ничего больше, если я тебя хотел до этого уничтожить и захватить то после этого, того дерзкого наступления прах отступает, мы можем начать преследование, но при этом мы рискуем попасть в засаду не надо мы отбили свое это главное начинается начинаем бегать, да? туда-сюда начинаем бегать и начинаем бегать так так и здесь мы проиграли поэтому отступаем здесь мы можем пока этих настроить еще должны поддержаться сейчас надо а номер надо грёбаный взять что потуто можно было войска вывести он поскольку великобритания вам предлагает деньги согласен мир дружба жвачка деньги нам не помешают больше передумала захватывать все зале ганновер отлично так ганновер наш британия тут рядом баталии вот мы тоже наши проблемы в принципе этих оставляем здесь здесь надо поставить строится чтобы можно было нормальную армию это возводить что здесь у нас здесь тоже самое наверное но военную аккредемию тогда сначала так что мы тут по отрядам мушкетеров в принципе я считаю неплохо мы отхватили кусок территории не дали британии сидеть у нас под боком получили от него 1500 копеек за мир немножко похуялились с поляками пришлось нам тактически немножко отступить потому что что-то не терять воинов они попытались у нас взять вот две этих территории мы потом что-то не обосрались отступили обратно непонятно почему так перебрасываем здесь надо построить так тут уже казарма у нас готова отлично мы можем здесь регулировать одного офицера сделаем вот такую солянку сборную сделаем чтоб он был этих господ нам нужно будет перекинуть туда дальше нужно окомплектовать и можем их перекинуть сюда этих мы сюда в общем нужно сейчас будет две армии сюда и сюда и сможем нагнуть больше давайте еще один этот пропустим все равно великобритания осталась у нас под блоком так франция баталья считает чтобы вступить в подходящий момент предлагает нам франция баталья и с вами давайте лишние деньги не будут казарма отлично мы садим сюда и пополняем ему отряд нет ресурсов блин это нужно строить госпитали потому что у нас нету придется немножко сбавить обороты по наращиванию нашей армии потому что слишком накладно получается ну все след в следующем видео мы с вами обязательно наупим больше что надо им оказать за ее дерзость и наглость ну а потом мы вернемся к нашей деталь не которые здесь это кто вообще шампань кто такие и монт ну а потом будет пивом а на этом все спасибо за просмотр видео подписывайтесь на наш канал ставьте лайки будем вместе продолжать захватывать мир и попу на гном всех ну а начнем конечно с польши всем спасибо на скорую встречу